всем приветики когда-то давно я покупал себе вот такой вот микрофон очень давно это было и даже уже не помню когда коробки от него у меня уже конечно же не сохранилась это был один из моих первых микрофонов микрофонов я еще с ним помню сидел транслировал это был далекий 2016 год когда только на твиче начинал у меня был только он и я был только на твиче вот микрофон от фирмы dialog модель m106b выглядит он у него такой вот штекер даже на нем микрофончик нарисован что было понятно что это микрофон а то мало ли вдруг кто не знает вот ну провод наверное длина примерно полтора-два метра сам микрофончик выглядит вот так вот микрофон с клипсой такой по идее это петличка ты берешь его так за майку и говоришь внутри он небольшой такой поролончик для защиты от того чтобы воздух то не задувал но если он близко возле рта все равно воздух то задувает даже провод закостенел но как бы провод он должен быть мягкий но там гнется спокойно а с этой стороны он уже не гнется вот он он просто стоит ровно тут берешь она согинается а тут он просто стоит он закостенел настолько он старый ну и внутри можно открыть эта штука она открывается тут такая такой узел чтобы если вы дернете не оторвали провод а внутри от этого узла сам микрофон он он микрофончик и к нему припаяны два контактика красный желтенький надеюсь я их там не оторвал а то ничего будет обозревать будет печалька вот ну а дальше дальше его надо тестировать на компьютере но звук у него на самом деле особенно когда он на майке в сеть не очень его я вешал прямо на лицо попробую показать как это выглядело и да вот я думал оторвал но нет один провод входит туда вон красненький а второй тоже входит но сбоку как-то ну в общем микрофон должен висеть вот так но когда он так висит слышно плохо и поэтому я увешал сюда прямо ну вот таким вот образом я вышел микрофон и так сделал разговариваю сынать его без вебки не видно как я сижу я сидел так вот разговаривал и тогда было нормально слышно то что когда он тут он прям слишком далеко а так он получается сразу под губами и ты не задуваешь в него особо и плюс ну считай тут рядом голос слышно было хорошо но это не очень честно говоря так неудобно сидеть ну а теперь продолжим уже за компьютером вести запись самого микрофона в данный момент он висит меня на шее это наушники а сам микрофон вот он и раньше его подключал по первости пока не знал разницы вон туда он часто да я подключен то есть я я не знал чем разница и подключал его вот он идет провод от него и туда вверх я не знаю чем разница а разница в том что работает только один канал когда подключаешься до ну лично у меня так и вот можно сейчас прослушать с компьютера а на компьютере у нас что включаем прослушивание с устройства и вот так вот звучит запись с микрофона слышно что очень тихо как бы и и некачественное много шумов можно я могу немножко поближе карту то есть вот так вот так вот уже получше получается раз два три раз привет здравствуй как твои дела до понятненько ясник и вот а теперь подключим его сзади слышно что сейчас работает только канал получается правый левый у нас не работает а только правый издает звук к сожалению в левом может быть и слышно что-то но хотя нет там просто шипение поэтому сейчас выключим микрофон и подключим его сзади вот а теперь теперь когда мы прослушали я подключу микрофон сзади теперь теперь микрофон подключен сзади и посмотрим разницу и вот мы слушаем обратно микрофон он в данный момент лежит у меня на столе кстати поднимаем и подносим вот примерно на этом расстоянии он должен быть закреплен его не особо то и слышно но уже идет в два канала запись поднимаем повыше 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 карту опус поднимаем вернее и слышим что стало получше намного получше то есть таким вот образом идет запись уже получше слышно да а теперь можно попробовать добавить эффекты это мы прослушивали без эффектов самого bs а теперь можно сделать именно что были эффекты слышны то есть отключить все нам не нужно так ну и вот данный момент нужно сейчас будет прослушать для этого опять подносим его сюда примерно к этому к шее включаем включаем раз раз два три 4 5 вышел зайчик погулять уже разница есть понимаем повыше то есть если вы будете говорить и одежда будет как-то тереться то будут слышны такие шумы поднимаем повыше ну и вот так вот звучит микрофон у рта то есть уже довольно таки получше честно говоря даже можно на микрофоне в бс сделать усиление но слышно что уже шумов нет и и звучит получше разница в том что между передней панелью и задней то что передней канале панели один канал работает в задней 2 и меньше шумов а программа у бс может убрать вообще все шумы полностью вот ну и в принципе в принципе когда поднимаешь повыше твоей слышимость тоже получше так а теперь теперь попробую надеюсь так как я раньше надевал уже прямо у меня тогда настройки были другие и усиление не было то есть это были совсем другие настройки микрофона не было усиление всех этих компрессоров ничего не было но сейчас я добавил зря наверное так то есть теперь вот так я вот выгляжу микрофон у меня висит вот здесь включаем в бс раз раз два три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо зайчика стреляет и впав о ее погибает зайчик мой таким вот образом я раньше и вел трансляции то есть у меня микрофон так вот и висел правда усиление стояла не такое большое как бы но не было компрессора я вот не было усиление поменьше было ну то есть если в компрессоре сделать где-то как-то что-то как-то вот так наверное нам тогда вот в принципе и нормально будет не так сильно громко вот так что как-то так она все работает но все равно это неудобно не будешь же так сидеть тем более она трется об кожу и порой слышно как бы такие трения но в целом так получше чем какая-то на когда нам на майке сейчас попробую переместись на майку и он что-то на действительно весело но вот так оно должно быть по идее по заводу но не по заводу а по задумке разработчика не сеть у вас на майке и вы будете говорить но на самом деле не хватает какой-то такой звук уже не тот слышно что он как-то отдален к как-то более глупше стал больше как в бочке такое ощущение когда поднимаешь повыше то становится как-то получше голос сразу становится такой объемный такой приятные звонки слышно что человек рядом с микрофоном и говорит в него а когда майка висит вот так то собственно кажется что человек где-то где-то сидит в каком-то мешке и из него что-то говорит как-то глухо и не очень поэтому петличка мне не нравится тем более вот шевелишься там слышно шебуршание всякие а ты ж по-любому шевелишься где-то наклонишься где-то повернешься где-то еще чего не очень на лице когда висит тоже не очень потому что она об лицо трется слышно тоже шебуршание и когда говоришь неудобно как бы поэтому петличку если я использую то надеваю его вот сюда то есть клипсы зажимаю здесь вот таким вот образом зажимая и говорю в петличку вот так когда она висит на микрофоне от наушников вот таким вот образом а вообще лучше конечно же с наушниками проще микрофон всегда возле лица не обо что не трется главное что чтобы сам микрофон был качественный сейчас я и транслирую с таким микрофоном а записываю видео ну уже в другой микрофон вот в такой как бы который я покупал на алиэкспрессе бм 800 вот потому что ты в принципе поставил сказал у него пару минут что-то там минуту две три записал и пойдет на трансляции ты же не будешь сидеть все время так вот возле микрофона неудобно поэтому использую микрофон от наушников как бы до от петлички пришлось отказаться хотя когда у меня раньше не было бм 800 то именно через петличку прикрепленную к микрофону от наушников я записывал видосики вот в принципе петличка на наушниках может использоваться для стримов просто что на наушниках микрофон направленный только на тебя и не захватывает окружающие шумы а петличка захватывает все поэтому ее использовал для записи видео чтобы тоже коротко сказать и все но если в принципе не парит то что все будет вокруг захватываться все шумы то в принципе с петличкой можно даже транслировать от надев ее на такой микрофон потому что тут микрофон похуже чем петличка которая вот это но эта петличка все равно хуже даже наверное сто процентов хуже чем это потому что она и дороже а насчет этого микрофона но если в принципе этот микрофон будет стоять возле лица наверное будет получше чем микрофон который на наушниках этот микрофон будет явно погромче тот потише но тот 1 на направленный а этот все направленный и плюс все таки и он потише а этот погромче но тот удобнее в общем теперь вы знаете как звучит этот микрофон думаете сами решайте сами ну и еще раз нужно посмотреть как он звучит в системе на самом деле сейчас я открою системные настройки то есть так он звучит можно сказать с эффектами а без эффектов он будет звучать совсем по-другому а именно а именно без эффектов звучит он вот так то есть таким вот образом это его реальный звук усиление плюс 10 громкость сто процентов то есть настройки этого микрофона выглядит вот так сто процентов громкость усиление 10 процентов удаление поставленной составляющей и 192 тысячи герц студийная запись но присутствуют шумы фон стоит довольно таки большой ну а на этом все в принципе вы видели слышали и знаете как работает этот микрофон пока пока у меня у меня есть гробок вот Оказывается, я сегодня приезжал с тобой, чтобы поговорить с тобой. Хотя, еще не пока. Я тут один моментик обнаружил, что оказывается, вот эта штука, она что же открывается? Я так смотрел, я просто думал, сейчас я сниму обзорчик, разберу его и припаяю сюда другой капсюль. Капсюль, это как раз таки и есть сам микрофон, но думаю, а как мне его туда достать? Разломать что-ли пластмассовую? Попробовал эту штуку ковырнуть, и она открылась. И вот здесь стоит такой микрофончик, ну я естественно решил его показать, раз это обзор, то надо чтобы видно было, как он выглядит. И вот он, это и есть капсюль, вот эта штучка, микрофон, это и есть капсюль. И типа, вот так он выглядит, довольно таки большой, то есть он... У меня есть другие капсюли, которые я хотел сюда припаять, вместо этого проверить, улучшится ли звук, ведь это получается просто провод, а звук зависит от самого капсюля, то есть просто это обычный штекер, дальше идет провод от штекера, а дальше капсюля, типа, все от капсюля зависит, насколько качественный будет звук. И типа, я решил, хотел перепаять, ну и вот, вот так вот выглядит капсюль. Большой, я хочу отпаять, перепаять все другой. Это для полноты обзора, чтобы, если кому интересно, как выглядит внутри микрофон, вот так вот он выглядит. Все остальное просто провод, всю роль выполняет микрофон, как бы. Именно от него зависит, как будет работать. Потому что написано, типа, всего, что-то у... С-80, а нет, наоборот, А-08С. Вот так. А-08С. И все. Для сравнения сейчас покажу капсюль с веб-камеры Logitech C270. Ну и вот, с этой платы я вот отсюда выпаял. Вот здесь вот стоял микрофончик, я его выпаял. Здесь на нем такая штучка, снизу и сверху резинка направляющая звук, типа, ну, чтобы он лучше перед собой слышал. И вот, типа, какая разница между ними. И на веб-камере стоял такой маленький. Вот он. Такой маленький стоял. Он такой тоненький. И по ширине такой маленький. Или тут такой здоровенный. Он, кстати, по-моему, хоть он далеко от меня так стоял на мониторе, нормально так слышал. А этот так близко стоит, прямо под горлом, и так слабо слышит. И мне кажется, что этот маленький даже лучше будет слышать, чем этот большой. А тем более, если он будет стоять близко. Потому что камера наш далеко стоит на мониторе. И слышала она меня хорошо. А если он будет вообще под горлом висеть, так еще лучше должен будет слышать. И вот хочу перепаять. А этот большой на маленький. Посмотреть, насколько изменится звук. Даже можно, наверное, будет эту штуку также и одеть, чтобы звук именно перед собой она слышала. И вставить ее вот в эту штучку сюда закинуть куда-нибудь. И она как раз будет здесь стоять. Ну, в общем, посмотрю, потому что получится. Лучше стало или хуже. Вот. Ну, на этом все. Такой вот микрофончик. Теперь вы даже знаете, как он выглядит внутри. Закрывается крышечкой. И снизу подъезжает такая вот штучка. И тоже закрывает. И эта клипса. Она тоже снимается. Типа здесь есть место, на котором она сидит. А она так вот снимается. Вот. Ну, теперь обзор уже точно полный. Ну, а на этом все. Всем пока-два.